Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телефон, телевизор, компьютер. Всеми этими гаджетами ежедневно пользуется обычный школьник. В школе он работает за компьютером на уроках информатики, на переменах играет в телефоне в игры, а придя со школы садится смотреть мультфильмы. У такого времяпрепровождения есть главный минус – ухудшение зрения. 30-50% школьников имеет близорукость к окончанию школы. Зарастает нагрузка на орган зрения. И отсюда появляются такие симптомы, как снижение зрения, расплывчатость зрения, снижение зрения, при взгляде вдаль нечеткость зрения. Соответственно, появляются мышечные боли в области спины, в области шеи, головная боль. Эксперты напоминают, что рабочее место ребенка должно быть правильно оборудовано. Достаточно естественное освещение. Расстояние от экрана монитора до глаз должно быть как минимум 70 см. А от рабочей поверхности до глаз не менее 25 см. Родителям нужно контролировать и время, которое дети проводят за гаджетами. Если только родитель заметил, ну какие-то признаки, да, ребенок жалуется, что ему плохо стало видно, там сидит он на третьей парте и с доски не видно, да. Если у него появилось покраснение глаз, сжение там какие-то, как я говорила, головная боль, да, жалуется, что болит спина и шея, то это уже должно насторожить родителей и однозначно необходимо обратиться уже за медицинской консультацией к своему педиатру. Анастасия Клесова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. Октябрьский район посетила министра экономического развития Оренбургской области. Татьяна Самохина отправилась с проверкой в стационарное отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Там сейчас находится 15 человек. Также министра ознакомилась с выполнением программы по предоставлению жилья детям-сиротам и посетила тех, кто уже получил квартиры. Было отмечено, что район успешно осваивает программу. Завершилась поездка встречи с волонтерами, которые помогают пожилым гражданам и социальным службам. В Октябрьском юные тимуровцы помогают пенсионерам. Первой подопечной ребят в 2019 году стала Анастасия Владимировна Аносова. В рамках патриотического движения «Снежный десант» школьники помогают убирать снег со двора, приносят воду, прибирают в доме или просто разговаривают по душам с пенсионерами. Всероссийская акция «Снежный десант» стартовала более 30 лет назад в Алтайском крае. В селе Второе и Монгулова на улице Советской произошел пожар. Вечером 18 января поступило сообщение в пожарную службу. Загорелся жилой дом. К предотвращению привлекалось два боевых расчета и добровольцы. Огонь ликвидировали в течение двух часов. Никто не пострадал. В отделении полиции состоялся день открытых дверей для школьников. Ребятам рассказали, что дежурную часть называют сердцем полиции. Вся информация о происшествиях поступает именно туда. Также с участниками побеседовали на тему нарушения прав несовершеннолетними, мероприятия на силу и профориентационный характер. В Оренбурге состоялись детские соревнования по мини-лапте. В них приняли участие 11 команд – дети возрастом до 14 лет. И среди девочек, и среди мальчиков октябрьские команды стали победителем. Вторые места заняли команды Сороктажского района. Третье – Новосергеевского района. 26 января в Детской школе искусств состоится творческая встреча-концерт Оренбургского трио баянистов. В его составе – Павел Толмачев, Игорь Батаев и Алексей Семенов. Трио существует с 1991 года. Музыканты являются обладателями престижных наград всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Концерт начнется в субботу в 13.00. Вход свободный. 25 января по области ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. Туман, изморец, сильный снег, метель и усиление ветра. Об этом сообщает региональный МЧС. Порывы ветра могут достигать 18-22 метров в секунду. Столбик термометра опустится до минус 32 градусов Цельсия. На дорогах могут возникать накат и снежные заносы. Рекомендации для автомобилистов и пешеходов при неблагоприятных явлениях погоды можно посмотреть на сайте регионального МЧС. На этом прощаюсь. Вы смотрели дайджест новостей от ЮТВ. Узнавайте о событиях вашего города и области на сайте utv.ru. А лучше делитесь своими новостями. Сообщайте о них менеджерам в офисах продаж компании Уфанет в Октябрьском. Пишите в комментариях в нашей группе ВКонтакте или по телефону 430045.